Четвертая всеукраинская творческая встреча архитекторов и дизайнеров прошла в Одессе. Проект Архкафе объединил талантливых специалистов и представителей ведущих украинских компаний, работающих в сферах архитектуры, планировки и дизайна. Информационным партнером проекта выступили телекомпания ГРАД и Первая радио FM1. Одесса, Днепропетровск, Киев и снова Одесса. Такой маршрут прошел проект Архкафе за последнее время. Творческая встреча талантливых дизайнеров и архитекторов снова стала платформой для горячих дискуссий и обмена идеями. На этот раз организаторам проекта журналы «Дом и интерьер» и выставочному центру «Одесский дом» пришлось расширить его формат, ведь участников стало вдвое больше. Это наша вторая встреча в Одессе, а в общей сложности четвертая. Мы приглашали архитекторов в первую очередь, одесских архитекторов, известных архитекторов, молодых, начинающих. Но также несколько, я знаю, что приехали даже из Киева и даже несколько человек из Днепропетровска. Поэтому мы, скажем так, очень рады этому, что наш проект вызвал такие эмоции. Для всех гостей организовали мастер-класс от украинского дизайнера и архитектора Сергея Махно. Очень приятно представить вам Сергея Махно, замечательного архитектора, руководителя студии, который создает изумительный проект. И хочу сказать пару слов и напомнить, что Сергей победитель конкурса «Интерьер года», занимал призовые места не один раз. И мне кажется, его работы заслуживают особого внимания. Сергей Махно рассказывает о тенденциях развития европейского дизайна, который сегодня отличается оригинальностью и вместе с тем практичностью. Я делился своим опытом и своим видением тенденций в мировом дизайне. Базируясь на разных выставках, базируясь на том, что я видел сам своими глазами, трогал своими руками. Самый главный посыл в этой лекции был – мечтайте, и это все возможно. По мнению Сергея Махно, украинские специалисты в сфере дизайна и архитектуры, безусловно, талантливы. Для того, чтобы развиваться, им необходимо чуть больше уверенности в своих силах. Для того, чтобы развиваться в Европу, мы начали уже это делать. Сейчас мы участвуем в конкурсах, мы отправляем свои работы. Но я могу сказать, что это очень непросто. Но это возможно. Я предлагаю объединяться с людьми, которым это интересно, которые хотят этим заниматься. Можно звонить мне, писать на мой e-mail, объединяться в какие-то группы и делать небольшие стенды. Уже сейчас это возможно. То есть это не стоит 100 миллионов. Создание и воплощение проектов любого уровня сложности. Такой путь ожидают наших специалистов в ближайшем будущем. Европа рождается в голове. И это будущее. И у нас тоже много людей, которые об этом думают, которые хотят. А значит, это будет. Очень интересно посмотреть на работы других людей. Как они их представляют, как они делятся собственным опытом, какими-то, может быть, маленькими секретами. Ну, огромное спасибо организаторам. Спокойная творческая атмосфера и непринужденное общение. Мастер-класс плавно перешел в интересную дискуссию. Продолжение следует...